Здравствуйте, уважаемые коллеги! Буквально через 2-3 минуты у нас начнется вебинар. Давайте подождем остальных участников, которые еще хотят послушать нас, участвовать в вебинаре, и дальше начнем нашу работу. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня видно, слышно. Спасибо. Все отлично, хорошо. Пока остальные участники еще присоединяются, я хотела бы представиться. Меня зовут Буктырева Елена, я являюсь директором издательства Айпермедиа и исполнительным директором группы компании Айпермедиа. Сегодня вебинар буду вести я, вместо ранее заявленного ведущего, Калядина и Алены, поэтому рада с вами познакомиться. И надеюсь, наш семинар пройдет интересно, плодотворно, и вы узнаете много новой информации, которая вам будет полезна в вашей дальнейшей работе. Да, я постараюсь говорить погромче. Спасибо. Здравствуйте. Я смотрю, участники активно присоединяются, поэтому ждем еще буквально минуточку и начинаем. Для тех, кто уже присоединился, хотела бы сказать, что на вашей презентации в правом верхнем углу есть зеленая кнопочка, с помощью которой вы можете расширить презентацию на весь экран. Возможно, кому-то это будет более удобно для работы, поэтому можете воспользоваться такой функцией. У нас уже время 11 часов по московскому времени, поэтому я начинаю. Если кто-то будет впоследствии присоединяться в любом случае и не сможет услышать начало вебинара, то в любом случае мы всем участникам направим нашу презентацию и запись вебинара. Поэтому вы сможете прослушать и ознакомиться с той информацией, с которой мы успели в начале вебинара. Еще раз представлюсь для вновь прибывших участников. Меня зовут Благоперева Елена. Я являюсь директором издательства IPR Media. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это юридическая коллекция ВБС IPR Books. И отдельно хотела бы рассказать об эксклюзивном нашем издательском проекте – это издание «Вести томов» Павла Владимировича Крушенинникова. В рамках вебинара я расскажу о юридической литературе, представленной в нашей ВБС, об изданиях, которые были изданы непосредственно нашими издательствами – IPR Media, визовское образование и профобразование, а также об изданиях по юриспруденции других издательств, представленных в ВБС IPR Books. И также расскажу о последних новинках, появившихся в нашей системе, об учебных пособиях и учебниках по праву, по различным отраслям права, которые, возможно, вам будут полезны и интересны для изучения дисциплины. В конце вебинара вы можете задать все интересующие вопросы. Я выйду не до этого специальное время и постараюсь максимально подробно ответить на каждый поступивший вопрос. Я хотела бы начать с того, что на сегодняшний день в ВБС IPR Books у нас представлено более 6 тысяч изданий юридической тематики по различным профильным дисциплинам и направлениям обучения в области юриспруденции. Это и книги, и журналы по всем профилям, отраслям права, по национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной экспертизе. При этом хотела бы обратить отдельное внимание, что многие издания содержатся в нашей ВБС эксклюзивно, то есть не представлены на каких-либо иных платформах и являются нашими исключительными изданиями, с которыми вы можете ознакомиться и поработать только в нашей системе. Теперь, как и обещала в начале вебинара, я выделю время для нашего проекта, который мы реализовали буквально месяц назад. Это издание многотомного труда по праву Павла Владимировича Крашенинникова. Это сборник трудов его в 10 томах. Сейчас, на сегодняшний день, выпущено 5 томов. Эти издания мы выпускали совместно с издательством Статут, крупным юридическим издательством, существующим на нашем книжном рынке. Отдельно хотела бы сказать непосредственно об авторе этого сборника. Это Павел Владимирович Крашенинников, который, я думаю, всем известен. Это доктор юридических наук, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции Российской Федерации. Это только лишь некоторые регалии этого автора, которые очень известны в сфере юридические на протяжении уже многих десятков лет. 26 ноября 2018 года как раз состоялась презентация первых пяти выпущенных томов в Казанском федеральном университете, на которой присутствовал непосредственно лично сам Павел Владимирович. И на этой презентации он также выразил благодарность нашему издательству за участие в создании его наготомного труда. Как я уже говорила, что это собрание сочинений создавалось много лет непосредственно Павлу Владимировичу, а если быть более точным, то на протяжении 25 лет. И мы считаем, что это очень значимое событие для всего юридического сообщества России. Собрание сочинений рассматривает все сферы в области права и правовых процедур. К каждому сборнику предшествует краткое введение, поясняющее, почему именно эти работы вошли в тот или иной том. В шести первых томах рассказывается о частном праве, это гражданском, жилищном и семейном. Один из томов посвящен правовой процедуре, включая законотворческий процесс и судопроизводство. И два тома Павел Владимирович отвел историко-правовым очерком. И в завершающий том включены диалоги и библиографические указатели. Как я уже говорила, пять первых изданных томов, которые есть на сегодняшний день, они охватывают разные отрасли права. Если быть более точным, то в первой части представлены работы, связанные с Гражданским кодексом, частью первой. Во втором томе представлены работы по гражданскому праву. В третьем томе есть работы, посвященные наследственному праву. В четвертом по жилищному праву. И в пятом это работы разных лет от советского времени до наших дней, которые посвящены развитию жилищного права. Хотела бы сказать, что если кому-то эти издания интересны, то следующие пять томов будут выпущены в течение ближайших двух-трех месяцев. Собрание сочинений эксклюзивно представлено в БС Айпербукс нашей электронной библиотеки и БС Библиокомплектатор. Они будут размещены только в этих платформах, ну а также их можно будет приобрести не только в электронном, но и в печатном виде. Если данное издание будет интересное для работы с ними, вы можете обращаться для получения более подробной информации по условиям предоставления доступа, по ценам на печатное издание, к своим мемберам, с кем вы работаете, либо непосредственно в издательство в наше или по общим телефонам нашей компании воссоединяются соответствующими специалистами. Сейчас хотела бы рассказать о издательствах, которые выпускают юридическую литературу и которые представлены в нашей электронной библиотечной системе. Это, в общем-то, все крупные российские издательства, которые активно издают литературу юридической тематики по праву на сегодняшний день. Одно из издательств – это издательство «Статут», от которого представлено более 600 изданий по различным отраслям права. Это издания известных ученых, исследователей, заслуженных юристов, и они размещены в нашей электронной библиотечной системе. Как я уже говорила, что издания Павла Владимировича Крышенинникова также входят в коллекцию изданий, в том числе от издательства «Статут» и размещены эксклюзивно в нашей электронной библиотечной системе. Недавно коллекция издательства «Статут» пополнилась более 50 новыми изданиями 2018 года. Я бы выделила несколько новинок отдельно. Это «Гражданское право» – учебник в двух томах под редакцией Гонглоба Бронислава Мячеславовича. Это известный тоже доктор юридических наук, профессор, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, зав. кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист, в общем также имеющий очень много регалий, очень хороший учебник, которые могут использоваться при изучении соответствующей одноименной дисциплины. Также хотелось бы выделить еще два издания. Это «Право интеллектуальной собственности», а именно посредством индивидуализации под редакцией Новоселова Людмилы Александровны, которая является доктором юридических наук, профессором и председателем суда по интеллектуальным правам. И второе издание – это «Актуальные проблемы системного применения инструментов корпоративного управления и акционерного права». Автором этого труда является Осипенко Олег Валентинович, также доктор наук, профессор зав. кафедры управления холдингами Института экономики и бизнеса фонда профессионального образования торгово-промышленной палаты. Он профессор Московского финансово-промышленного университета «Синергия», является экспертом по вопросам совершенства корпоративного управления и так далее. То есть вы можете более подробно прочитать информацию о том, кем является автор. В презентации нашей я сказала основные его регалии, звания и достижения. Книга также, учитывая, что автор является и практикующим одновременно юристом, и экономистом, и экспертом, то есть она будет очень интересна и, я думаю, полезна при изучении соответствующего направления права. Следующее издательство, которое представлено в нашей электронно-библиотечной системе, это издательство «Ениси Дана». Это также крупное издание, издательство, выпускающее юридическую литературу. У нас на платформе представлено более 1300 изданий этого издательства. Это и издание по государственному правовому, и гражданско-правовому, и уголовно-правовому профилям, то есть практически закрывающие все необходимые дисциплины, изучаемые по этим профилям и правовым обучениям. Также есть издание по правоохранительной деятельности, национальной безопасности. Авторы этого издательства также очень известные ученые, имеющие степень докторов, кандидатов наук. И в числе изданий представлены также книги авторов Академии Следственного комитета, Университета прокуратуры Российской Федерации. Поэтому такие профильные издания будут также очень интересны вузам МВД или факультетам по соответствующим направлениям обучения. На нашей платформе хотелось бы отметить, что представлена максимально полная издательская коллекция этого издательства. Насколько мы знаем, что это наибольшее количество среди других ЭБС представлено на нашей платформе на сегодняшний день. И эта коллекция активно пополняется и продолжает пополняться каждый год. Вот, например, в феврале 2019 года мы планируем, точнее, уже приобрели эти переиздания. И сейчас они находятся в процессе загрузки в ЭБС. Это более 400 переизданий в 2017 году учебников, учебных пособий и монографии по различным отраслям права. Как я уже говорила, что авторами изданий являются известные ученые-исследователи, профессорско-преподавательский состав крупных юридических вузов и футетов. Издание проходит рецензирование, экспертизу, не Грифы, не Министерство образования и науки, Грифы МВД и УНЦ «Профессиональный учебник». Поэтому со всеми пополнениями этой коллекции, со всеми изданиями, которые будут включены, вы в скором времени сможете ознакомиться. Например, это можно будет увидеть либо непосредственно введя издательство ЮНИТИ данных в поисковой строке и посмотреть, какие издания представлены. Либо можете ознакомиться в своем личном кабинете, посмотрев новые поступления, новинки в Мобилинг. Отдельно хотела бы сказать непосредственно о наших издательствах. Группа компании «Айпермедиа» — это издательство «Айпермедиа», издательство «Профообразование» и издательство «Вузовское образование». Поскольку по юридической тематике этими издательствами выпускается ежегодно очень большое количество изданий. На сегодняшний день это более тысячи изданий по праву, в том числе выпущенные совместно с издательствами «Дашка ФК», «Вифтицинформ», «Элкниги». Также представлены более 500 постательных комментариев к законодательству, то есть это к различным федеральным законам, которые востребованы к кодексам. Эти комментарии также размещены в справочных правовых системах «Гарант», «Консультант» и «Кодекс», но эксклюзивно представлены на нашей платформе «ВБС Айпербукс». Я более подробно сейчас буквально уделю внимание сначала остальным издательствам, которые представлены на нашей платформе, а потом более подробно расскажу о новинках наших издательств, которые появились недавно в нашей электронно-зибиотечной системе. В «ВБС» представлены еще ряд других издательств по юриспруденции, которые выпускают такую литературу. Это несколько меньшее количество, чем два ранее озвученных издательства «Статута Юнити Дана», но тем не менее они также интересны, необходимы в процессе обучения и содержат очень много нужной и полезной информации. Это издательство «Юриспруденция», представлено более ста изданий учебной и справочной литературы по различным правовым вопросам. Все эти коллекции, они также пополняются, просто это издательство выпускает меньшее количество ежегодных изданий, но все новинки, которые выпускаются издательством, мы также включаем в свою электронно-бибиотечную систему. Далее это издательство «Юридический центр «Пресс», тоже издательство, выпускающее юридическую литературу. На нашей платформе на сегодняшний день представлено более 150 изданий по различным отраслям права, по правоохранителям и судебным деятельностям. И издательство «Зерцало». Это также более 150 учебных и научных изданий по теории и истории права и государства, по истории и инструденции различным отраслям права, с которыми вы также можете ознакомиться и посмотреть, какие именно книги этих издательств размещены в нашей БС Айпербук. Два издательства вузов, но представляющих очень хорошую учебную литературу, это издательство Всероссийского государственного университета юстиции ИРПА Ньюс России, которые предоставили нам более 150 учебных и научных изданий по актуальным проблемам юридической науки и практики. Также хотел бы отдельно отметить ряд изданий, которые мы выпустили совместно с этим университетом. Эти издания все и наши, и предоставленные, непосредственно выпущенные самим университетом, представлены эксклюзивно на нашей платформе и являются очень хорошими учебниками, учебными пособиями по различным отраслям права. Далее хотел бы также отметить издательство Института законоведения и управления ВПА, которое предоставляет помимо электронных изданий еще на нашей платформе и видеолекции по различным дисциплинам для бакалавров и магистров юриспруденции. На сегодняшний день представлено пока не так много изданий от этого института, то есть и видеолекции это порядка 50, но ВУЗ постоянно предоставляет новые издания и коллекция будет активно пополняться в течение этого и последующих годов. А еще хотела обратить внимание, что издательство, вот в видеолекции учебно-электронных изданий от Института законоведения и управления ВПА также представлено на нашей платформе эксклюзивно, и в других УДС не содержится. Еще два издательства, о которых хотела бы сказать, это издательство Российского государственного университета правосудия, которое также активно выпускает учебники и учебные пособия, которые соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам как для высших, так и для средних и специальных учебных заведений. Все издания проходят оценку и рецензирование, поэтому оцениваются как нужные и соответствующие требованиям в ВОЗ. Также от данного издательства в систему поступают монографии, которые также рассматривают различные вопросы узкие по разным направлениям и отраслям права. Также у нас представлено более 200 изданий издательства Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Это издания преимущественно по уголовному, уголовно-исполнительному праву, прокурорской и оперативно-розыскной деятельности, которые также могут быть интересны по соответствующим профилям и для обучения специалистов по данным тематикам. В ВБС содержатся и другие издательства. Я просто ограничусь их перечислением, поскольку это либо не очень большое количество изданий, но если рассказывать о карте настолько подробно, то нам просто не хватит времени. Это издательство ЭКООМИС, ЮСТИЦИНФОРМ, ВОПЕС, КЛУВЕР, издание Омской академии ОВД России, Омской юридической академии, Международного юридического института и Российская академия адвокатуры-нотериата. Есть ряд других изданий, с которыми вы можете более подробно ознакомиться в нашей промо-диблиотечной системе, и, соответственно, задавая в параметрах поиска те нужные направления или те нужные номинования, которые вам необходимы в процессе преподавания или обучения. В электронной библиотечной системе представлены не только книги, но и журналы по юриспруденции. Это журналы, например, «Законы права», «Право экономика», «Гражданины права», которые ежегодно предоставляют свои номера, пополняются. То есть уже представлены целые архивы этих журналов, начиная, по-моему, с 2013 и по сегодняшний день. И то есть по мере выпуска эти номера включаются, добавляются в коллекцию этих журналов. Также представлены ряд других журналов. Я не буду сейчас перечислять, они представлены на слайде презентации. Вы сможете более подробно также потом ознакомиться с ними и задать интересующие вопросы, если какие-то журналы вам будут нужны, необходимы. Теперь хотела бы отдельно выделить и рассказать немного о наших изданиях, которые выпущены недавно издательствами «Альтермедиа» и «Прохобразование». А именно это учебники и учебные пособия по юридическим дисциплинам как для высшего, так и для среднего профессионального образования. Из последних новинок – это учебники по трудовому праву России и страховому праву. Они подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению юриспруденции для бакалавров. В них учтены все последние изменения, произошедшие в законодательстве. То есть эти издания актуальны, содержат всю актуальную информацию и могут использоваться при изучении одноименных дисциплин или снежных дисциплин, если где-то эти вопросы рассматриваются. Также хотелось бы отметить учебное пособие Организации юридической службы в государственных органах. На сегодняшний день это единственное актуальное учебное пособие по одноименной дисциплине, и мы не видели на рынке аналогов этому изданию. То есть по данной дисциплине изданий вообще актуальных, каких-либо изданий за последнее время на книжном рынке или на рынке электронных ресурсов представлено не было. Поэтому я думаю, что если в каких-то вузах есть такая дисциплина, то эта пособие будет им очень нужной и полезной. Оно также подготовлено с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта по высшему образованию, по направлениям подготовки и диреспруденции и государственное муниципальное управление. Ориентировано на бакалавриат, но также рекомендуется лицам, получающим высшее образование по иным направлениям бакалавриата, специальностям, по которым предусмотрено изучение таких вопросов. Из последних обновлений для средних специальных учебных заведений это, можно сказать, целая линейка изданий, которые были выпущены. Это ряд и учебников, и учебных пособий для специальности права и организации соц. обеспечения и для специальности права и судебное администрирование. Это учебники и учебные пособия по таким дисциплинам, как право, трудовое право, право социального обеспечения, уголовное право, страховое дело, юридическая служба организации. Все эти издания отличают комплексную подачу материала и использование актуальных нормативных актов. То есть все эти издания учитывают все последние изменения и также законодательство. Акторами выступили преподаватели, а также практикующие юристость с многолетним опытом работы, которые специализируются в этих сферах. То есть либо в сфере страхования, трудового права, право соц. обеспечения. Ну, собственно, на этом наша презентация закончилась. Я постаралась максимально подробно рассказать обо всех издательствах, о новинках. Конечно, я сказала, да, возможно, далеко не обо всех изданиях, которые есть в нашей системе. Более подробно о них можно узнать, зайдя в нее, изучив, проработав, возможно, проконсультировавшись с менеджером, который сможет подсказать и направить. В общем, если какие-то у вас есть вопросы, я готова с удовольствием на них ответить и обсудить. Ну, пока вопросов не поступило, возможно, да, кто-то формулирует, пишет. Я бы хотела обратить внимание тоже на контактную информацию, по которой можно связаться по интересующим вас вопросам. Если сейчас, допустим, может быть, какие-то вопросы не возникли, то можно будет всегда обратиться в любое время по указанным телефонам, электронной почте, к нам в издательство или непосредственно менеджеру и обсудить все вопросы. Также можно более подробно изучить эту презентацию, прослушать еще раз вебинар и уже задать те вопросы, которые вас волнуют или которые вам актуальны. Всем тоже большое спасибо за участие, за то, что прослушали очень внимательно. Спасибо. Я очень рада, что вы присутствовали, что вам это нужно, интересно, актуально. Значит, мы не просто так старались и всю эту информацию пытались как раз максимально подробно изложить и донести. Я надеюсь, она вам будет полезна и вы сможете ее эффективно использовать в своей деятельности. Я предлагаю еще подождать буквально, может быть, одну-две минуты, если кто-то хотел задать вопрос, но не успел его задать. И если вопросов нет, то тогда попрощаться с вами и закончить на сегодняшний день наш вебинар. Спасибо. 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 Спасибо.